Приветствую всех, кто смотрит на ютюбе канал Михаила Портнова «Голос Силиконовой Долины» и те, кто случайно попал на это видео. Не торопитесь переключать канал. Есть высокая вероятность, что именно здесь вы услышите толковые ответы и мудрые советы, которые так вам необходимы. Если вы хоть раз задумывались о своем будущем, будущем своих детей, самореализации, то именно здесь вы получите тот волшебный пинок к действиям, которого вам так не хватает. И что очень важно, в позитивном ключе, когда вы поверите в себя, ваши глаза откроются, и вы увидите свет в конце тоннеля. Меня зовут Юрий, мне 34 года. С 2005-го живу в Санкт-Петербурге, а до этого почти вся моя сознательная жизнь прошла в городе Ноябрьске. Это крайний север между Тьменью и Новым Урингоем. Еще в далеком 95-м мечтал путешествовать, ну и, конечно же, посетить Америку, побывать в Майами и Микке научного прогресса Силиконовой Долины. Еще в школе я хотел быть программистом, поэтому после 9-го класса поступил в колледж на информатику. Но с началом учебного года оказалось, что это направление в ВУЗе закрыто за ненадобностью. Зато процветали ПТУ и технику, выпуская рабочую силу для нефтяной сферы. Уже тогда я понимал, что это не мое, и поступил в Уральский государственный университет, на факультет политологии. Это вторая сфера, которая меня очень интересовала. Совместно с ректором мы организовали научное студенческое общество, в которое я занимал должность президента. И устраивали конференции с администрацией города. Вот именно с этого момента мои розовые линзы на глазах стали терять свою толщину. И я все более ясно стал осознавать, в какой стране живу, и что в действительности вокруг нас происходит. В то время, как ребят поощряли за их доклады перед чиновниками, меня неоднократно во время конференций втихую просили покинуть аудиторию после своих выступлений, что в итоге привело к добровольному отчислению. Я успел поработать и товароведом в супермаркете, и охранником в ночном клубе, и кладовщиком на рынке. А последней каплей была работа нефтяника на месторождении, где люди работают в минус 45-50 градусов, становятся инвалидами или погибают от взрыва газа, исходящего из устья, и отсутствия возможности соблюдения техники безопасности. Здесь я впервые увидел, как работают специалисты иностранных компаний, какие у них условия труда и как высока ценность их жизни. Но это совершенно отдельная тема для разговора. Мне, как воздух, было необходимо более широкое поле деятельности и совершенно другие условия для самореализации. Я уехал в Санкт-Петербург. Чтобы выжить и зацепиться на новом месте, я не мог себе позволить жить от зарплаты до зарплаты. Мне нужны были деньги здесь и сейчас. Поэтому я пошел в сферу общепита и начал свою трудовую деятельность с должности бармена. А уже через год стал директором трех торговых точек. Далее был управляющим на базе отдыха, территориальным управляющим в сети кофеин и замом руководителя по запуску новых проектов в военном питании. За 10 лет жизни в мегаполисе я открыл для себя столько информации о российской действительности благодаря командировкам по всей России и общению с властью мужчины, а также жертвами репрессионного режима, что стал реально опасаться за свое здоровье и здоровье близких мне людей. Преступность, суды, медицину, полиция, ГИБДД, образование. Даже не представляете, сколько я могу вам поведать, что здесь происходит. Когда я с кем-то делюсь фактами и событиями, люди откровенно говорят, что я рассказываю просто страшные вещи, и они не знают, как теперь смогут спать. Мне уже приходили угрозы от полиции, что посадят на 15 лет, если я вздумаю еще что-либо комментировать в интернете, а именно репрессивные законы, которые сдаются в огромных количествах бешеным принтером, как у нас называют Госдуму. Веры в собственные силы и так необходимы мне надежды на достойное будущее. Ребят, вы не представляете, насколько Михаил Портнов, этот уникальный в своем роде человек, может развернуть вашу жизнь на 180 градусов своей отзывчивостью, светлыми мудрыми рассуждениями и очень толковыми информативными видео. А главное, это не какие-нибудь тренинги по совершенствованию себя. Он говорит по факту. О жизни. Дает понимание, как нужно действовать, как учиться, как ставить перед собой цели и их добиваться, а не мечтать, летая в облаках. Думаю, что совсем скоро будет снято второе видео, где я смогу рассказать вам о том, о чем умолчал и не мог рассказать сейчас. Вы станете свидетелями построения моей жизни с нуля, где я постараюсь раскрыть на своем личном примере, как изменить свою жизнь в лучшую сторону, если нынешнее вас не устраивает. Если вы не боитесь посмотреть действительности в глаза, чувствуете себя человеком, не хотите быть рабами и заложниками обстоятельств, а стремитесь не потерять чувство собственного достоинства. Я уверен, что достаточно многие хотят записать видео и участвовать в конкурсе, а главное выразить благодарность Михаилу Портнову за его деятельность, за то, как он повлиял на их действия, размышления, вообще как изменил взгляд к жизни и донес понимание, как нужно действовать. И очень важно, как много дал информации в своих видеороликах, которые снимал с блогерами, с миграционным адвокатом, с людьми, которые приехали в Калифорнию для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Я сам не блогер, и многие люди, которые смотрят канал Силиконовая долина, тоже не являются блогерами или актерами, и им достаточно сложно записать видео для этого конкурса. Я сам по себе достаточно общительный, улыбчивый человек, но когда вижу объектив камеры, вся моя улыбка куда-то сползает, мысли пропадают, и я начинаю задумываться, уводить взгляд. То с одной стороны зачешется, то с другой. Хочется, конечно же, нормально и ясно изложить свои мысли, что очень сложно сделать, общаясь с неодушевленным гаджетом. гораздо проще, если бы мы все сидели в какой-нибудь аудитории и размышляли на тему того, как Михаил Портнов со своим каналом повлиял на наши судьбы. Поэтому, всем удачи, крепкого здоровья, мощной мотивации и нескончаемого потока энергии для достижения поставленных целей. До скорого!